Итак, тема проповеди, она в этой же струе, будет продолжаться, будет называться «Смотри на Иисуса». То, на что мы смотрим, о том мы и думаем. Если я буду смотреть на стойку с камеры, я буду о ней думать, я буду сфокусироваться на ней, я буду анализировать. Понимаете, наши глаза питают нашу душу. Наши уши, они питают нашу душу. Глаза и уши – это то, что входит в нас информация. Поэтому наши глаза очень важны. Очень. Помните, как было сказано о Еве? И увидела Ева, что дерево прекрасно для пищи, и вожеленно для глаз, ибо дает знания. А она увидела. Она что, раньше не видела? Она видела это дерево. Это дерево смерти, это дерево греха, это дерево проклятое. Она видела его, но она не придавала этому значения. Но когда дьявол ее задержал, внимание, он разрекламировал, вот что делает реклама, вот тогда она больше ничего не видела. Ни заповедей Божьих она не видела больше, не помнила. Она видела это дерево, и она только о нем думала. Ведь чтобы человеку согрешить грех, ему надо думать об этом. Ему надо посмотреть куда-то, ему надо думать, 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 вынашивать. Таким образом рождается грех. Похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому вовремя надо уничтожить грех. Саул и весь Израиль смотрели на Голиафа. Они даже записали, как выглядел Голиаф. Перечислили его рост, его вооружение, его возможности. Все перечислили. Они описали детально, как выглядел Голиаф, как выглядела их проблема, их угроза. Такое ощущение создается, что, глядя на него, они восхищались. Возможно, солдаты, они восхищались. Потому что туда вышли воины. И они смотрели, они думали, вот бы мне такие мышцы накачать. Вот бы мне такое копье, которое, в принципе, поднять, наверное, было тяжело просто. Не говоря уже о том, чтобы кидать его. Поднять сложно было. 1 Царств, 17 глава, 1 стих. Филистимляне собрали войска для войны и пришли в поселение Сохо, что в Иудее. Они разбили лагерь Ефездомиме между Сохо и Азекой. Саул и израильтяне собрались, расположились лагерем в долине Эла и выстроились против филистимлян. Знаете, мы сегодня можем духовно все перефразировать. Что бесы и демоны могут ополчиться против тебя. Против тебя может какой-то созидаться план. План уничтожения тебя. Послушайте, сегодня такое время, когда церкви закрываются. Я сегодня разговаривал с соседом. Я спросил, у вас открыто собрание проходит, церковь открыта? Он говорит, нет, закрыто. Это хорошая церковь, я знаю как бы. И знал предыдущего пастора. И дальше он стал говорить, что пастор, он ушел, он оставил церковь. Там проблемы были, там с женой и так далее. И они сейчас в поиске. В поиске. Знаете, люди и так-то сегодня ленивые. Люди и так-то, знаете, с трудом идут в церковь. И тут еще дьявол, им все возможное делает, чтобы они остались дома. Представьте, Давид, царь, который побеждал. Мы сегодня о нем будем хорошее говорить. Но однажды он остался дома и не пошел на войну. Не пошел на войну, это означает, не пошел на молитву. И впал в ужасный грех. Он увидел, он увидел купающуюся женщину. И вряд ли она была в купальнике. Он увидел это. И он встал смотреть. А почему? Потому что весь день спал. Под вечером встал. Потянулся. Поел. А что теперь надо поделать? Что-то надо поделать, что-то надо поделать. Что же поделать-то? О! Я знаю, что пойду поделать. Там красивая соседка. Такая вообще женщина. И так миленько разговаривает еще. Наверное, пойду просто посмотрю. Нет. Я просто так посмотрю. Ничего не буду делать. И вы знаете, да, что произошло? Убийство, изнасилование. Ужасные грехи. Давида надо было приговорить к электрическому стулу. Но так как он и был этой властью, его никто не мог приговорить. Над ним еще какую-то власть имел пророк Самуил. И он пришел и сказал ему, что ты наделал. Ты забрал последнюю овечку, единственную овечку у бедняка. А сам имел сто овец. Ты у него забрал. Когда к тебе пришел друг, ты взял у бедняка эту маленькую овечку, которая в доме жила. Заколол ее для своего друга. Ты что наделал? Ты зачем испортил жизнь? Ей испортил жизнь. Себе испортил. Проклятие теперь будет на твоем доме. И так далее. А что произошло? Да ничего не произошло. Он просто посмотрел. Вот почему проповедь сегодня называется. Смотри на Иисуса. Это так важно. Поверьте. Особенно сегодня. Особенно сегодня, когда новости там о войне говорят, о том, о другом, нагнетение идет. Тебе нужно увидеть за этими волнами и ветром. Тебе нужно увидеть Иисуса. Увидеть Его лицо. У Него напуганное лицо. У Него искаженное лицо. Или у Него счастливо-радостное лицо. От этого будет зависеть ваше настроение. Если вы увидите Иисуса радостного, то вы придете в мир и покой. Он скажет тебе, все нормально, good, good. У нас все нормально. Да, на земле беды будут. Еще хуже будет. У нас с тобой, во, замечательно все будет. Читаем дальше. Четвертый стих. Первый царь, 17, 4. Из филистимского лагеря вышел борец именем, по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был. И вот здесь идет детальное перечисление. Шести локтей и пять. Локоть это где-то 50 сантиметров. То есть выше трех метров. Три, три с лишним метра был высотой. Выше потолка. Здесь где-то, может быть, 2,70 до потолка. То есть представьте. Вот такой вот, два раза выше меня. Такой вот был высоты человек. Изверг. На голове у него был бронзовый шлем. А сам он был одет в бронзовую кольчугу. Весом в пять тысяч шекелей. На ногах у него были бронзовые наколенники. А за спиной висел бронзовый дротик. Древко его копья было большое, как ткацкий навой. А железный наконечник весил 600 шекелей. Перед ним шел его щитоносец. Жалко, что здесь ни в килограммах, ни в сантиметрах. В общем, это было все гигантское. Гигантское. Ну вот, например, какой размер обуви у вас? Вот у женщин там 38, да, 37. Но если 40, это уже, понимаете? Ну, у мужчин какой? 43, 44. Ну, а вы представьте, например, размер обуви 60, 70, 80. Это о чем-то вам будет говорить? Какой у тебя размер обуви? У меня 80. Это что-то вам будет говорить? Да вы скажете, да не поверите, понимаете? Вот такая лапа. То есть, такие размеры, которые просто ты думаешь, а как вообще? Как это? Откуда он взялся такой весь? И знаете, люди, вместо того, чтобы молиться, вспоминать Бога Израилева, сколько вот благодаря Ему они одерживали битв, побед сколько было Богу, без оружия, они начали смотреть на проблему, на Голиафа. И начали детально, 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 какая оборотка была, какие глаза были. Зачем мы с вами занимаемся тем, что нас уничтожает? Когда мы рассматриваем проблему, когда мы ее начинаем обсасывать просто, детально изучать проблему, мы уничтожаем в себе веру. Мы позволяем яду проникать в наш дух. Страх находит, парализует. Когда человеку страшно, он может сделать все, что угодно. Он подпишет любой документ, понимаете? Спецслужбы занимаются и занимались тем, что нагоняли на людей страх, и они соглашались на любые условия. Вот так же и здесь, вот этот вот агент, можно сказать, филистимлян, огромный. У него голос такой был, и все, он пугал людей, пугал людей. Почему они боялись? Потому что они совершенно в этот момент не смотрели на Бога и не вспоминали о прежних временах, когда Бог давал им одерживать победы. Восьмой стих. Голиаф остановился и закричал выстроившимся израильтянам. «Зачем вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин, а вы не рабы Саула? Выберите человека, пусть он спустится ко мне. И если он сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу и убью его, вы станете нашими рабами и будете нам служить». Это то, что дьявол пытается договориться, пытается тебя запугать. А потом, когда он тебя запугал, он тебе скажет, давай найдем компромисс. Давай ты не будешь молиться за больных, давай ты не будешь изгонять бесов. Вот придет тебе бесноватый человек, а ты его консультируй. Это же страшно, чтобы через человека вышли бесы. Это же стыдно. Дьявол тебе скажет, ты не изгоняй. А то я накажу там твоих родных, кого-то. Он может пугать, он может запугивать. Так и бывает. Вот молишься там за людей, молишься, и потом раз, и могут какие-то проблемы у тебя начать происходить. То ли в семье, то ли в личной жизни, то ли где-то вокруг, в церкви. Понимаете? Потому что дьявол начинает взверошиваться. Он начинает атаковать все возможные твои слабые места. Он бросает вызов. Филистимлянин сказал, сегодня я бросаю израильтянам вызов. Послушайте, в духе то же самое звучит. Он бросает церкви вызов. И он смотрит, что церковь, она испуганная, слабая и закрытая. И все разбежались. И он думает, что так легко было? Оказывается, да. Но подожди, еще не вечер. Еще не вечер. Церковь еще. Она проявится. Она проявится. Сорок дней, 16 стих. Филистимлянин выходил каждое утро. И каждый вечер бросал свой вызов. И они смотрели и слушали. Смотрели и слушали. Смотрели и слушали. Семинары, 40-дневные. Он убил в них всякую надежду и веру. У них ноги, коленки тряслись, бились друг от друга. Они уже думали, куда бы эмигрировать, куда бы уехать. Побыстрее уже с этой ситуации. Вы знаете, что иногда, иногда дьявол, он берет какое-то время и долбит. Долбит верующего. Долбит. Долбит. Посмотри, как плохо у тебя. Посмотри, какая у тебя ситуация плохая. У тебя безвыходная ситуация. Безвыходная ситуация. Безвыходная. И если христиане начинают задумываться. Да, да, я такой вообще. Я такой вообще. Да, я никто. Само мнение уже маленькое. Все. У меня ничего не получается. А дьявол долбит. Долбит через этого Голиафа. Его задача просто сломить в тебе. Сломить в тебе всякую волю. Сломить в тебе веру. Чтобы ты разочаровался. Чтобы ты расстроился, испугался. Вы просто представьте. Погода хорошая. Солнышко светит. Еда есть. Но у тебя какая-то бельберда внутри. У тебя какой-то стресс. Стресс. И он не проходит. Тебе нужно смотреть на Иисуса. Тебе нужно оттуда получать силу. Оттуда тебе нужно получать исцеление. Смотреть на Иисуса. Даже не на апостола Петра. Даже не на апостола Павла. Даже не на возлюбленного Иоанна. Тебе нужно смотреть на Иисуса. На живого Иисуса. Потому что от Него исходит сила. Библия говорит, что от Него исходила сила. И исцеляла всех. Но. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. От Него исходила сила. И исцеляла всех. И от Него исходит сила. И исцеляет всех. Главное. Смотри на Него. И я хочу добавить. Продолжить. И от Него будет исходить сила. И исцелять всех. Всех верующих. Когда человек смотрит. Он ожидает. Многие сегодня попали в эту молотилку. Мясорубку. А что дальше? А как быть? Смотри на Иисуса. Взирай на Него. Ты будешь смелым. Все будут в панике. А ты будешь смелым. Не потому что ты такой герой. Потому что Иисус дает тебе эту смелость. Дерзновение. 24 стих говорит. Реальность. Что происходило. Увидев этого человека. И израильтяне убегали от Него. В Великом Страхе. Увидев этого человека. Это был одержимый. Демонами. Просто как Антихрист. Можно сказать. Просто демон. В обличии. Огромный. Демон. Страшный. Со страшным голосом. И как они его только видели. Тут написано. Они убегали. В Великом Страхе. Воины. Воина не так уж легко напугать. Ты не можешь ему сказать. Ох. Он не испугается этого. Если ему скажут. Давай один на один. Он будет драться без проблем. Но пришло нечто другое. Пришло демоническое. Поймите. Что в каких-то моментах мы смелые. Мы знаем как действовать. Мы знаем как решать. Но когда приходит демоническая атака. Мы растеряны. Бывает так. Что мы растеряны. Мы не знаем. Мы чувствуем давление. Мы чувствуем. Что на нас оказывается. Какое-то очень сильное давление. Послушайте. Это то. Что было против вас. Был построен план. Демонический план. По вашему уничтожению. Дьявол приходит. Чтобы украсть. Убить. И погубить. И поэтому вам необходимо смотреть на Иисуса. Когда мы смотрим на Иисуса. Это все равно. Что электрический инструмент включен в розетку. Вот есть электрический инструмент. Но если он в розетку не включен. Каким бы он хорошим и замечательным не был. Он работать не будет. Когда мы смотрим на Иисуса. Дальше мы будем читать. То мы меняемся. Мы преображаемся. Итак. Народ. Израильтяне. Они увидели этого человека и убегали. Но посмотрите. На поле приходит Давид. Молодой юноша. И что он сказал. Когда он его увидел. Вот народ прям записывал его. Детально. Вооружение. Рост. Силу. Вес. Победы. Столько-то поясов у него. Каких-то наград. Выходит Давид. 16 лет парню. Допустим. Выходит. Без всего. Просто. Просто в футболке и в шортах. Выходит. И что он говорит. Когда он видит Голиафа. Что он говорит. Давайте прочитаем. Давид. 26 стих. Давид спросил у людей. Которые стояли рядом с ним. Что будет тому. Кто убьет этого филистимлянина. И снимет позор с Израиля. Кто он такой. Этот необрезанный филистимлянин. Чтобы бросать вызов. Войскам живого Бога. Посмотрите. Как он разговаривает. Он не разговаривает нагло. Он не разговаривает гордо. Напыщенно. Нет. Он говорит. Реально. Что будет человеку. Когда этого убьют Голиафа. Ему говорят. Все пересказали. Там. Много даст сокровищ. Дочку свою отдаст. В жены. И еще. Дом отца освободит от налогов. Представьте. Без налогов. Жизнь без налогов. Воины смотрели на проблему. На одержимого Голиафа. И неудивительно. Что они были в страхе. После этого. Но вот Давид. Он был поклонником Бога. А поклонники. Они всегда хотят видеть. Объект поклонения. Они всегда хотят видеть. И Давид в Псалмах. Он писал. Я вижу Господа. Сидящего одесную моего Господа. И сказал Господь моему Господу. Понимаете? Он видит это духовно. Он пророчески видит. Развивайте воображение. Развивайте воображение. Когда Давид смотрел на ту же ситуацию. То он смотрел сквозь проблему. И он видел Бога. И это привело его к неизменной победе. И не только к победе, что Давид. Давайте похлопаем Давиду. Нет. Он снял позор с народа. И освободил свой народ от рабства. И от угнетения. И от страха. Моментально весь народ стал ликовать. И все воины побежали. У них появилась энергия, сила. Они были замучены 40 дней. 40 дней были замучены. Знаете? Такая как параллель. Аналогия. Как Иисус в пустыне. Тоже 40 дней. Был искушаем от дьявола. И на 40-й день была победа. Потому что Иисусу очередь. Он не смотрел на эти камни. И он не представлял хлебушек. Такой мягкий. Такой прям пар от него идет. О! Знаете? Так можно дойти до того, что ты уже камень начнешь грызть. Как хлеб. И дьявол ему предлагал и царство. И все. И вот давай тебя признают. Примут тебя. Как же мы хотим, чтобы нас приняли. Если нас не принимают. Наши таланты. Наши дары. О! Мы так страдаем. Но посмотрите, что Давид. Он не был наглый. Это может звучит так нагло. Что дядьки тут не могут победить этого бородача. А тут выходит молодой юноша и говорит. А что если я его на лопатке? Вот. А потом ему вот. Что будет ему? Нет. Давид. Он показывает нам пример. Что нужно смотреть на Бога. И он смотрел на Бога. Он смотрел на Бога. И когда он смотрел на Бога. Что Давид слепой был что ли? Он что не понимал реальности? Нет. Давид не был слепым. И он видел, что Голиаф выше его. Он видел это. Он видел, что он как танк. Но Давид смотрел в этот момент на Бога. И он ничего особенного не заметил в Голиафе. Он не заметил какой-то такой проблемы, которую было трудно решить. Он не увидел ее. Вот что дает Бог верующим. Которые взирают на Него. Которые смотрят на Него. Бог дает совершенно новое мышление. И когда будет приходить в вашу жизнь проблема. То она не будет вас пугать. Вы будете знать, как решать ее. Часто в нашей жизни проблема из-за необновленного мышления. У нас старое мышление. И мы читаем Библию, где творятся чудеса. И оно не будет работать со старым. Нам нужно менять мышление. Нам нужно адаптировать это для нас. Принимать это для нашей собственной жизни. Потому что это не просто история про то время. Это история про сечащенное время, в которое мы живем. Нам нужна вера. А вера наша приходит только от Иисуса. Давайте вспомним апостола Петра. Написано, что Петр, он увидел Иисуса в ночи. И вскричал от ужаса. Потому что он просто не рассмотрел. И ему там привиделось, что это привидение. Если бы он рассмотрел бы Иисуса, посветил бы фонариком. Он бы сказал, о, Иисус, слава Богу, что ты пришел. А так он быстро сделал неправильное заключение. И когда Иисусу уже пришлось доказывать, что это он. Иисус говорит, это я, не бойтесь, ободритесь. Он сразу вдохновляет тебя, чтобы ты не впадал в панику, в страх. И Петр говорит, Иисус, если это ты, он продолжает не видеть его. Иисус находится в темноте. Слышит только голос. И тут волны, ветер, понимаете. И он говорит, если это ты, позволь мне выйти из лодки и подойти к тебе по воде. Иисус говорит, иди. Он продолжает не видеть лица Иисуса. И написано, когда даже пошел на голос. На голос, можно сказать. Но он смотрел на Иисуса. Он смотрел в ту сторону. Он был невредим. Он вышел и пошел по воде. Потому что он смотрел на Иисуса. Он смотрел в ту сторону. Не в сторону проблемы, а в сторону Иисуса. Вот как вы молитесь? Вот вы дома один. Как вы молитесь? Вы просто молитесь. И перед вами просто как бы темнота, да? Да? Или вы о чем-то другом думаете и молитесь в этот момент? Как вы молитесь? Или вы же представляете перед собой Бога? Как? Вы представляете перед собой Бога? Или нет? Мы не можем нарисовать Бога. Мы не можем детально нарисовать Его глаза, лицо. Но мы можем представить, что вот Он передо мною. Конечно, люди пошли дальше и сделали картины, чтобы так легче еще было. Но это неправильно. Это неправильно. Сам Бог сказал, нельзя так делать. Вот. Голос Его слышали, а лица Его не видели. Вот как было сказано Моисею Богом. Мы меняемся, преображаемся. Это вот про это говорится. Что у нас появляются другие мысли, другое мышление. Мы говорим, Иисус, это что, правда? Что до конца дней мне не надо беспокоиться, мне не надо стрессовать по этому поводу, по этому, по этому. Что это правда, что мне не надо больше жить в страхе. И Он тебе говорит, да, да, да. Просто увидь это. Общайся с Ним. Пойми, что на небесах хорошая погода. Там очень вежливые и приветливые люди. Все счастливые. Там ни одного нету замкнутого человека. Человека, который, знаете, печальный, с проблемами сидит. И думает, и чешет. Где же мне денег взять, чтобы решить эту проблему? Там все счастливые люди. И поэтому нас Господь призывает смотреть на славу Божию. Смотреть на нее. Когда мы все это увидим, мы станем по-другому жить, мы станем по-другому думать, мы станем по-другому говорить. Вот что важно. Мы-то когда встречаемся и говорим, а ты слышал, новый вирус вышел. Зачем ты говоришь это? Вот если бы ты пришел бы и сказал бы, слушай, от Бога новое откровение получил. Вот хочу поделиться. Зачем ты говоришь про новый вирус? Да пусть говорят вруны, лгуны. А ты говори истину. Говори слова Божьи. Дьявол свои планы делает, а ты свои планы делай. Бог специально его не убрал, чтобы ты, преодолевая эту проблему, становился сильнее. Потому что ты не можешь стать сильнее, если не будет проблемы. Ты не можешь даже Бога познать. Ты не можешь увидеть свое сердце. Поэтому он не убирает, Бог, дьявола с этой земли. Но придет время, когда он его свяжет и уберет. А для этого, на сей день, до сегодняшнего дня, нам нужно смотреть. Когда ты смотришь, ты концентрируешься и ты думаешь. Тебе некогда заниматься грехом. Тебе некогда заниматься пустословием. Тебе некогда тратить свое время зазря. Вот что хочет дьявол. Из твоего образа, из твоего воображения убрать Иисуса. Чтобы в мыслях Иисуса не было. Не дай ему это сделать. Не дай, даже если 40 дней прошло. Не дай ему убрать из твоего мышления Иисуса. Вот ты идешь завтра на работу, завтра понедельник. Завтра понедельник. А ты не с Иисусом, как на праздник, восхищайся им. Что бы ты на работе ни делал. Господь, помоги мне, тяжело мне поднять. Господь тебе будет помогать, тебе во всем будет. Давать тебе силы, хранить тебя, обеспечивать тебя, заботиться о тебе. Он будет. Аминь. Будьте благословены. Давайте сейчас помолимся. Будьте благословены.